Ребята, в этом видео вы увидите просто невероятные трюки, за которые я давал деньги и детали. Федя очень сильно разложился, и поэтому посмотрите до конца, что с ним случилось. Также вы увидите, как проходили мои групповые тренировки. Так, всё, я в парке, Федя уже вон меня ждёт. Вот он, Федя! Это Брай Флэт, не Федя. Короче, у него ник в инсте Брай Флэт. Я не знаю, почему он так назвал. Объясни их. Адекватного ника я придумать не смог, а была у меня мечта, короче, Брай Флэт поставить. Давай сразу на раскладочку прогревочный для ребят. Ну, это вот, чтобы вы понимали уровень, какой сегодня будет. Я дома искал детали и думал, что я могу тебе предложить. И я нашёл, ну, несколько деталей. Пойдём покажу. Ребята, прямо сейчас дома я буду искать возможности для Федя. Как я могу его замотивировать, делать какие-то невероятные трюки. И, думаю, поискать какие-нибудь запчасти, которые у меня есть. У меня есть вот такой вот балкон. Конечно, тут капец просто. Это что? О, моё. Смотрите, у меня есть вот такой вот пакетик с деталями. Я когда-то давно снимал самокат по дешману, и вот эти запчасти у меня остались. Вот такие вот колёса. Ну, в принципе, нормальные берём. О, смотрите, у меня есть руль. Я знаю, что у него на руле трещина, и он у него скоро сломается. И вот этот руль ему 100% подойдёт. Давайте искать дальше. Это мой сноу-схуд. Это мой старый стрит-самокат. Это вентилятор, потому что иногда мне жарко, я его включаю. Так, эта доска не моя, мне её нужно отдать. Это доска Аганесса. Есть дёрт-самокат. Кстати, хотите, я разыграю дёрт-самокат? Давайте, напишите в комментариях, где вы живёте, и зачем вам дёрт-самокат. Вот. Возможно, я отдам именно тебе. Так, ещё, смотрите, у меня есть вот такой вот ящик. Так, и там тоже есть полицейские кепки, балаклавы. Это нам не нужно. Вот. У меня есть подшипники. Мне, кстати, по-моему, подарил Артём Остапов давным-давно ещё. Два подшипника, но они новые. Подшипы тоже берём. С одной грипсой ещё. Чисто подарил руль с одной грипсой. Так, у меня есть вот такой вот пыльник. Хомут непонятный, акселовский. Бульки для пистолета. Баллоны. Это, я думаю, ему не подойдёт. Баренда есть. Одна только. Вот, смотрите, у меня, кстати, ещё остались мои фирменные пэги. Я их делал давным-давно, года два назад. Они у меня остались. Вот так они выглядят. ВС. Очень прикольные, но они сейчас не продаются. У меня осталось всего несколько штук. Вон, три, четыре, пять пар точно есть. Но они не продаются, но если что, я тоже могу их разыграть. Ребята, я решил не медлить с конкурсом, и поэтому я прямо сейчас разыграю свою футболку. Свои фирменные пэги, которых ни у кого нету. И на футболке я прямо сейчас распишусь. Я взял розовый маркер, я не знаю, как у меня получится, но я надеюсь, получится. Во, идеально просто получилось. Что нужно сделать, чтобы выиграть пэги или футболку? Нужно заполнить форму по ссылке в описании. Там будет несколько вопросов, на которые нужно просто ответить. И тот, кто заполнит эту форму, мы рандомно выберем двух человек, которым отправим пэги и футболку. Поэтому заполняйте форму, там супер простые вопросы, самое главное ответить честно и подробно. Просто это самый простой конкурс, который можно делать. Даже репосты не нужно делать, ничего, просто ответить на вопросы. В итоге оказалось, у меня немного запчастей дома. Два подшипника, колеса и руль с одной грипсой. Ну а сейчас я дойду до банкомата и сниму еще денежку, чтобы его еще больше замотивировать. И он пошел, купил бы себе что-нибудь покушать там. Так, что бы мне сегодня одеть? Так, футболочка ВС, вот с таким самокатиком, очень прикольно. Либо футболочку с черненьким. Но я сегодня в футболочке трюк. Кстати, мерч вы можете купить по ссылке в описании. И также напишите в комментариях, какой сделать мерч, какие рисунки вы хотите. Давайте создадим реально крутые футболки. Обязательно прямо сейчас подскажите в комментариях, какой дизайн или какого цвета сделать футболку. Это очень важно. Так, ребят, я снял 1000 рублей для Федя. Мне нужно их разменять. И я решил сейчас купить воду. Придумал небольшой план. Он сейчас будет кататься. У него по-любому нет воды. И сделаем так, что когда он накатается, он по-любому захочет пить. И за эту воду он будет делать какой-то тоже невероятный трюк. Просто сейчас сразу двух зайцев убью. Нет, убивать никого не буду. Но возьму воду и разменяю деньги. Не отдам же я ему целую тысячу за один трюк. Так. С самокатом нельзя. Так, с лимончиком возьмем. По 100 рублей нельзя разменять? Таксуешь? Нет. Я, слава богу, не таксую. Есть руль. Супер легкий. С одной грипсой. Пыльный. Честно, я не знаю, но он еще легкий, короче. И он повыше будет, чем твой. Прям вообще как раз. Мне кажется. Прям идеально, да. Но смотри, пока ты его не заслужил, пока я тебе его не даю. Еще колеса какие-то дебильные я нашел. Первый раз таки вижу. А, это Eagle. Еще подшипники у меня есть. О, это колесо новое? Нет. У меня вот только что минуты две назад стрелил колесо. А что, у тебя старая сломалась? Короче, я перестала ехать. Так, покажи вообще самокат. Я покажу ребятам, что у тебя с ним случилось. Что вы понимали, у него трещина на руле. Вот прям огромная. Он взял хомут, сделал его повыше, чтобы закрыть трещины, и чтобы руль не сломался. Но, я не знаю, поможет это ему или нет. Но, скорее всего, руль у него скоро сломается. По колесам просто жесть. Короче, самокат у тебя полное говно. Хочу вас чуть-чуть познакомить с Федей. Мне 15 лет. И чтобы вы понимали, Федя настолько крутой, что он не берет деньги у родителей. И просто как-то выживает сам, как-то находит денежки. И сейчас он расскажет, как. На самом деле, мне в неделю папа кидает 700 рублей. Ну, на неделю. Я, короче, трачу по сотке день. Я каждый день приезжаю сюда с Чехова. Перед тем, как пойти кататься, еду в Ашан специально за пончиками и ашановской водичкой. И этого хватает вообще на весь день. Прям идеально. Мне кажется, тебе нужно подружиться с Егором. Помните Егора, любителя пончиков? Ставьте лайк. И именно сегодня я подготовил тебе детали, чтобы ты обновил свой самокат. Я не знаю, что ты с ними сделаешь. Мне без разницы. Ты можешь продать такие запчасти. Но мне самое главное, это дать тебе сегодня мотивацию. Чтобы ты сделал, показал просто невероятные какие-то трюки. Я снял чуть-чуть денежек. Я снял немного, потому что у меня сейчас у самого не хватает финансов даже на продакшн. Поэтому я снял 900 рублей. 950. И за 950 рублей ты сегодня будешь делать трюки. Это твой 10-дневный, наверное, заработок. От родителей. Но сегодня за один день ты сможешь заработать больше. Короче, сегодня будет мясо, да. Предлагаю поехать в парк и сразу же начать делать трюки. Мой самокат пусть будет тут. Детали клади сюда. Хотя, чтобы ты на них смотрел и мотивировался. Ну давай, раскатывайся. И как только он раскатается, мы сразу же включимся. Так, ребят, прямо сейчас у меня групповая тренировка с любителями. Это те ребята, которые имеют уже базу и более-менее нормально катаются. Это? Чему Леня? Серега. Это сегодняшние наши три бойца. И наша сегодняшняя задача, это из любителей перейти в про. Нужно научиться трюки, которые делают про. Соответственно, это сначала нужно научиться вылетать. Перелетать, возможно, в фанбокс. Мы будем потихонечку все это учить. Будем вылетать на вот этот вылет, фанбокс. Не знаю, называйте как хотите. Там у Сережи еще плохо получается, но он уже научился вылетать. Так. Мы тут делаем жопа греб. Ну ты почти, кстати, сделал. Давай, руки подтягивай. Я не знаю, можно это считать за трюк или нет. Серега, погнал. Раз, два. Раз, два. Давай, набирай. Давай. Подписчики, подпишитесь на канал Влада, потому что он правда старается для контента. И подписывайтесь на его телеграм-канал и инстаграм. Да, давай ты тогда тоже сделаешь кое-что. Ты сегодня научишься трешку вип. Это будет сложно для тебя, но... Так, раз, два. Раз, два. Есть. Красава. Так. О, офигеть, хорош. Ну, это точно лайк. Давай. О, нормально. Ну что, я думаю, две ножки можно. Прямо четко перелетать его. Сейчас будет новый трюк на ваших глазах. Ооо, хорош. О, нормально. Давай, только разгончик возьми. Очень мало ходов. Мало, мало очень ходов. Очень мало. Раз, два. Есть. Все, этому чуваку точно профессионалу нужно. Он что-то сегодня прямо разошелся. Мы сейчас покатались в фоторе. Сейчас переходим на столик. Наша задача научиться правильно скатываться, набирать скорость и высоко вылетать. Давай, 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 давай. Раз, два. Хорош. Хорош. Катай. Все, плюс. Один трюк точно. Крутой трюк. Ребята, каждый из вас тоже может приехать ко мне на групповую тренировку. Мы реально круто прогрессируем. Учим новые трюки. И чтобы вы понимали, места бронируют просто на месяц вперед. Я думаю, открыть еще один день по тренировкам групповым. Так что следите за информацией по ссылке в описании. И также записаться вы можете на групповые тренировки или индивидуальные только через родителей. Поэтому переходите по ссылке в описании, смотрите информацию и показывайте своим родителям. И я вас жду у себя на тренировке. За этот руль ему придется конкретно постараться. Я хочу, чтобы он сделал какую-то сальтуху. Он делает там бэкфлип, фронтфлип. Предложим ему сделать какой-то новый трюк, чтобы он чему-то научился в этом видео. Мы сразу же пойдем пожести амбрелла на Фромбрайт в огромном квотере. Как думаешь, сколько тебе попыток понадобится на этот трюк? Попытки две, но я думаю, что первый сделаю. Ну, раз это так просто для тебя, тогда я тебе за этот трюк даю. Соточка его ждет. Пошел. О, что? Да ну нафиг, ты реально с первой сделал. Блин, ты так закрутил, так мало времени было на этот трюк. Ну, ты как-то его увез. Соточка в кармане. Блин, ну это слишком легко как-то было. Короче, ну сейчас ты понимаешь, нужно сложнее и сложнее трюки. Фронтфлип. Я знаю то, что ты его недавно научился, но это легко. Давай с випом. С випом фронт? А с чем? Ну давай за фронтфлип 50 рублей тогда. Чего, это тяжело. Фронтфлип это просто как 360. Ты давай за полтос, погнали. Да, погнали. Как легко было говорить. За 50 рублей просто готов на смерть. Давай полтосик ждет. Ооо, блин, ты очень круто закрутился. Ты прям вверх вылетел. У тебя прям правильный фронтфлип. Да? Спасибо. Пойду, блядь. Тебе не страшно вообще что ли? Вообще. Так, попытка номер два. Ооо, я думал, ты сейчас на жопу долбанешься. Ты еле докрутил. Я вообще сальтуху не ощущала когда будто. Да. Чего, давай полтосик, полтосик. Вон, Джеки Купер тебе. Нет, 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 ножка слетела. За полтосик он же должен чисто увести. Давай. Ой, ухорооош. Красава, полтосик. Все, ты 150 рублей уже заработал за 5 минут. Кто за 5 минут зарабатывает 150 рублей? Я. Вот, Федя зарабатывает Красава Короче, бэкфлип вип на стол Флип вип и я делаю Ну я понял, но я-то сразу на жесткий училась Ты тоже полтосик, давай, давай Короче, он говорит, что он делал бэкфлип, но он умеет бэкфлип И бэкфлип вип он сразу учил на жесткий То есть даже не пробовал в поролон Я не знаю, верить ему или нет, но он говорит так Так, и сейчас флипа Флип-флип хороший, хороший Главное, чтобы он по мне не попал за этим випом Так, вот Бэкфлип вип Что, вы вообще заметили вип? Я вообще его не увидел Как будто без випа сделал Он у тебя очень быстро просто прокрутился Я, короче, немного развернула Так, пошел, пошел, пошел Ой, хорош Давай Короче, давай уже что-нибудь нормальное То, что ты не умеешь Давай бэкфлип тихлис Ты пробовал его недавно, ты мне говорил Знаю И как? Полученно Еще не получилось? Очень больно и плохо Я готов в бэкбар попробовать А ты его ставил уже? Я ставил с оппозитом баром Я раньше катался с оппозитом А со своим никак не пробовал Короче, я думаю, сейчас попробую научиться Ну тебе не стремно будет? Стремно А у меня есть выход Выхода нету, потому что на кону 100 рублей О, сотка Соточка, давай Соточка за новый трюк Хотя, что-то мне кажется, что это трюки легкие для него Надо бы ему посложнее давать Ты что, в смысле, ты когда бар хотел прокрутить? В конце, я что-то не понимаю Какой в конце? Ты должен вылететь, закрутить флип И сразу закрутить бар На моменте кручение или когда я кручу вниз башкой? Ну, желательно посередине Все, сейчас попробую Чуть-чуть раньше Там сначала нужно как закрутить флип, только потом закрутить бар То есть чуть-чуть времени нужно, чтобы дать вращение флипу Эта попытка страшная для меня Потому что он может в меня выкинуть самокат Так Ты что? А когда думаю об бар, мне так страшно становится Почему? Я боюсь, что самокат потеряю И что? И что с тобой случится? Не докручусь И что? Попаду И что? Я пошел вверх Все, как убирать страх? Легко и просто? Да блин, ну Не надо Ну что за фигня? Давай не надо Почему? Потому что это... Не понимаю, как это Это очень легко Давай бакривь два ипа Давай Реально? Блин, вот это реально сложно Потому что я когда поролон делал, там очень тяжело поймать их Блин, стрёмно Блин, стрёмно У тебя один вип закрутился, а второй нет То есть ты его застопорил Мне рассказывали, что когда делаешь бакрив вип или два випа Тебе надо представить, что ты делаешь Но главное при этом закрутиться флипом Ты вылетишь такой, через закрутишься, падешь на спину Но зато твою пасть делаешь Уходит На три, на три закрутил Какой на три? А ты в парламон вообще пробовал? Нет, я даже бакрив не пробовал в парламон В принципе, хорошая схема Как правильно учить трюки сразу? Так вообще-то легче Когда ты делаешь нарежу, ты можешь упасть, типа понять, что почти ничего не будет А вот тут сюда падать больно Ну, это согласен Я уже тоже сюда падал просто лицом вниз Давайте еще посмотрим Я думаю, он поставит О, почти в одну Давай кулак добирай Давай еще раз, мотивейшн Даю сотку Сотку? За бэкфлиф два випа Это Ты сразу себе пойдешь и пончики купишь с водичкой Да, да, да Все, давай, дыши, дыши спокойно Страшно Что-то тучка там вообще жесткая Меня напрягает Ты задолбайся, дожди, конечно На тренировке приезжают, дождь начинается, приходится переносить Тактика рабочая Я, короче, представлю, что я флэ делаю Ты когда вылетаешь, делаешь бэкфлип, ты глаза закрываешь? Нет Нет? А как ты представляешь? Ну, типа, по ощущениям уже Не знаю, как это объяснить Короче, если у вас не получается какой-то трюк То это значит, что нужно менять свои действия Значит, что вы делаете не так Это нужно понимать, это нужно анализировать В этом, конечно, помогают тренера, тренировки Поэтому можете, кстати, записываться в нашу самокат-школу Трюк Ребята, мы также открыли выездные тренировки по центру Москвы В стрит, как вы хотели Просто представьте, целых три часа мы будем вместе кататься По разным спотам Заезжать в ближайшие скейтпарки Учить новые трюки И все это с включенным питанием А тем временем ваши родители могут пойти куда-нибудь отдохнуть Например, в пар Горького Это будет незабываемый день в твоей жизни Приходи на выездную тренировку Ссылка также будет в описании на мою школу И там будет подробная информация Сейчас у меня вторая группа Это группа новичков Привет! Меня зовут Ваня Саша Влад Пацаны крутые И это новички И наша задача перейти в любители Так что, пацаны, погнали Сейчас мы учимся съезжать правильно Переезжать, вжиматься И выпрыгивать Выпрыгиваем Хорошо Вжимаемся Вот, молодец Так, нужно ровно вставать Смотри, ровно встаем Ногу ставим Толкаем, ловим Вот Сейчас мы тренировали вип Будем учить барспин Руку вниз Руку вниз Давай Крутим Мы должны четко держать ее Четко на руле Вот эту руку вниз Вот эту четко мы держим Четко держим И четко крутим И ловим Правильно только Вот Да Вот Нормально Так, сейчас мы потренировали барспин И сейчас мы идем в парк-зону С новичками Которые вот только-только начали кататься И будем тренироваться тут Потому что нам нужен быстрый прогресс Нам нужен большой прогресс Чтобы становиться уже в любители Рано прыгнул Вот Так, стойку, стойку Следи за стойкой Кстати, чуваки Федя умеет бэкфлип, фронтфлип Но не умеет флеер Ставьте лайк под этим видео И тогда мы поедем вместе с ним в рамстрой И научимся флеер Ну, я-то умею флеер Но я сделаю его на жестком И попробую еще бэкфлип в уголок Я очень хочу научиться И еще в спайн вот в этот Это было бы, конечно, супер продуктивно Нужно поставить 15 тысяч лайков Под этим видео И тогда мы просто сразу Моментально выезжаем В парк За этот увоз Минус 100 рублей Че? А ты что тогда делал? Блин Меня выдернуло как будто Типа я поздно перекрутился Давай, если ты сдаешься Минус 100 рублей Не сдаюсь Тогда нужно чисто увозить Ну, блин, ну вот Ну, почти Смотри, сейчас ты делаешь еще Три попытки Если ты не увозишь 100 рублей идут ко мне в карман Ты уже сможешь заработать Не 950, а 850 И соточку на соточку Я пойду и себе Купончики куплю И с тобой не поделюсь О, почти Да, нет, нет Нет Нога слетела Ой, все Все, сотка идет мне в карман Все, идем на фанбокс Попробуй через фанбокс 6 випов 6 випов? Да Давай А ты делал уже? Нет Я надеюсь, что он меня не обманывает Сотку дай за 6 випов Давай 5 попыток у тебя 4 попытки еще Ну, в одну ножку, в принципе Добрать можешь Смотри, у тебя 3 попытки Если с 3 попыток не сделаешь Сотка мне опять в карман уйдет 3 попытки Ты ему там попить дали Я же ему воду специально купил Чтобы он сейчас напахался Захотел пить и За воду что-нибудь жесткое сделал Я попрошу, чтобы ему не давали воды 1, 2, 3, 4, 5 Так, с новичками закончили Я дал им домашнее задание Сейчас грубо профессионалов Это Назар, крутой чувак Сегодня покажет вам нормальные трюки Я Богдан И Никитос Я не знаю, как он катается, но сейчас мы посмотрим Мне кажется, он рассекает И Назар пошел Киклис, оппозитный И Киклис, нормально Только задел к колесам, я видел У меня самый позер здесь плывет Самый позер? Киклис Давай, 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 давай Пошел, пошел, пошел туда Ой, хорошо, хорошо Раз, два Можно будет нам фан-пост попроводить? Нет, 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 ты что? Мы так не делаем Еще раз увольняю Так делать не надо Злиться не надо, эти негативные эмоции, которые мешают делать трюки Есть Наконец-то Давай, пять Красава Молодец Еще один новый трюк в прошлых Так, сейчас я думаю, мы спали еще научимся паре трюков Назар делать топа-бар Оп Хорош Нет, что? Да ну нафиг, ты с первой сделал Охренеть Я же тебе не говорил его делать Надо было поэтапно Это было очень опасно Назар сейчас тоже будет делать VIP Больше скорости надо Скорости больше Назар Больше скорости нужно Нормально Нормально, но опасненько, конечно Нормально Вот Сейчас хорошо было Вот Вот она, вот она Смотри, наша задача в одну поймать, а потом вторую поставить Вжался Нормально Есть Просто плюс один еще Красава Так, мы переместились на фанбокс Сейчас ребята будут перелетать его Вот скорость нормально Очень мало ходов Разогон Скорость очень хорошо Все, давай добираем Добираем Добираем, говорю Ну давай, ладно Давай Вот она, вот она Красава Красава Клак Я буду стоять Пока он мне не даст Клак Он увидел Капец Я уже наснимал почти на минуту Монтажер, сорян Он дома Вот наша прошла тренировка с прошниками Каждый из пацанов чему-то научился Красавцы Реально круто катается Круто прогрессирует Ну кроме Уди Ты не прошник Ты новичок Тебе туда К новичкам Короче, пацаны реально красавцы Давай Я уже не посчитал, сколько пацаны научились трюков Давай Давай Было очень круто Четвертая группа Четвертая группа новичков Привет Меня зовут Артем Мне 8 лет Я только начал кататься Я никаких вообще-то рюков не умею Леша Мне 10 лет Тобой мы уже знакомы Юра 9 лет Посмотрите, на каком он в самокате катается Это самокат нашего бренда Давай, давай И прыжок Прыжок Хорошо Давай, давай, давай Пошел Приседаем Приседаем Вот, хорошо Есть Есть Давай, давай Есть Вот Молодец Давай, кулак Сейчас вы видели моего ученика Юру Который катался на нашем самокате Трюк И чтобы вы понимали Это первый человек Который купил наш самокат Еще давным-давно Он уже катается на нем больше месяца И он доволен нашим самокатом И также в этой группе Был еще один ученик Который катался на своем самокате Он ему был очень большой И покатавшись на нашем самокате Он сразу же его приобрел Поэтому, если вы не знаете Какой самокат покупать Можете посмотреть По ссылке в описании Я оставлю видео На обзор На наш самокат Или как выбрать Трюковой самокат правильно Если вы вообще в них не разбираетесь То посмотрите видео Ну и также вы можете Приобрести наши самокаты Их осталось совсем чуть-чуть И совсем скоро Мы еще завезем Новую поставку Отзывы просто супер крутые Я очень этому рад Катайтесь с удовольствием И покупайте Только правильные самокаты Раз, два, три, четыре, пять Ой Нормально все? Офигеть Стои, лицо покажи Лицом не ударился? Блин, офигеть, ты упал А я не буду забирать Меня за жопу Как лет Ты ничего не сломал себе? Не знаю Ты просто вот так бам об этом Блин, это жестко Нормально? Это ты обруль что ли? Да Нет, это не знаю они на нормально главное что лицо мне упал мне конечно тебя жалко но к сожалению сутка мне опять карманчик ты будешь добирать блину одна у тебя осталось нужно прямо в дверь садить капец вот это были настоящий мужик кулак просто настолько нужно быть смелым всего после такого падения пойти еще раз сделать респект все давай не думай давай 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 но я уверен что его соточка мотивирует что слава богу с ним все хорошо раз два три четыре пять красава все равно две ноги войне никогда вот купал прям чувствовал тоже сделал прям хорошо бы таки за салда в конце не дай в конце софтуру ногу поставить одну не докручивают вот из-за страха ты просто упал на самом деле сотку я забираюсь себе думаю пора пойти по колесам и вот такие колеса игл 90 миллиметров ну ладно сотка точно есть там они такие покоцвенные но давай предлагаю трюк брали бутеркап погнали это зрелищный трюк прям далеко далеко ему кажется конечно пока не верю не верю в а вот сейчас вот сейчас близко было близко о чё в дверь садил давай увози блин офигеть я в шоке он еле еле с в одну делаешь из 2 садил ой 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 опять давайте от квадра оттолкнешься посильнее сейчас получше было надо ему дать ограничение по попыткам федя две попытки еще обжегся капец жарко для девочек то снимем контента жарки жаркого контента для девочки не блин у федя вообще молодец респект ему старается он пахает он работает он делает трюки крутые я думаю это достойно лайка под этим видео ребят поддержите федя даже каждый из вас то поставит лайк научиться также кататься как он пальцем прям не значимая колеса мне достаются я тебе их не отдаю ты прокакал все свои попытки ссоре я очень хотел тебя дать эти колеса ради руля я буду стараться точно окей но там тоже будут ограниченные попытки так ночью скажи ты устал вообще очень пить хочешь хочу я могу дать себе воду но не просто так я за что ты умеешь амбрелло амбрелло флэд делаешь первого раза получаешь воду если не делаешь вода достается мне ты же это понимаешь ни одна попытка чтобы сделать две ноги все если я делаю две ноги все и нужно увести ты выделишь ты сейчас остался без воды понимаю потерплю в его жалко давай ладно еще один трюк тебе загадаю но уже половину воды половина я выпью половину ты я могу 5 попыток мне если я делаю то вода полоса все базару нет я ставлю три попытки вот она у тебя последняя попытка или водичку моя это какая-то не дам не дам брелла блин я мог добрать на самом деле давай еще попытку даю реально все половина водички моя так но пол водички выпиваем пол водички твои ох если вы знали как я брай бутеркап устал делать особенно отбивать себе все что смотри у меня есть еще есть два полтинника и пятьсоточка давай сейчас на кону будет сотка а потом пятишка есть спаян фигура мы на ней еще не катались на очень маленькая поэтому чего будет брать на киклис я этот рюк не умею но сотку как бы нормально долгия намного проще будет сделать я думаю сейчас 1 поставить но часовой еще попыток дать давай попытки 3 язву окей ну давай ладно ты мне давал попытку сейчас мы узнаем куда вот эта сотка кому уйдет карман красава красава сейчас на кону подшипника будет в это делаешь opposite bright play 3 попытки умеешь давала на 5 попыток еще вот так у тебя вообще нормально идет давай 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 вообще нет ну ладно все против меня но я видел что ты не поставил ну окей раз пацаны говорят погнали мне в принципе не жалко эти подшипники отдать но ребят напишите вы в комментариях кто прав все забирай свои два подшипника короче смотри сейчас на кону пятишка но за пятишку нужно капец чтобы ты максимально спрогрессировал и сделал какой-то ну безбашенный трюк это бэкфлип в уголок это очень опасно но смотри одну попытку делаешь и уже понимаешь делаешь ты его или нет давай вот уголок просто вот так приезжаешь и вкручиваешь подписчики делают бэкфлип в уголок оп и все и поехали все представили выклип уголок от первого лица чё не скажи ты будешь делать или нет нет это уходится что тебе в карманах давай двадцать тысяч лайков и тогда ты пробуешь да двадцать тысяч лайков я сразу беру он как ванек давай я тоже все окей договорились так короче сейчас мы снимаем на айфон потому что моя камера села и мы договорились с ним за пятишку он делает два брая на стол ну давай пять попыток я думаю это это честно два семь да семь много все за два брая пятьсот рублей пять попыток блин ну вообще не близко близко-близко сейчас все будет я сделаю я уверен на все сто процентов ооо вот сейчас нормально было ооо чего у тебя одна попытка осталась я думал реально у тебя вообще не пойдет это так называются примерочные попытки ты короче сначала делаешь неудачно а потом сразу в одну и две гайки конечно блин за пятиху у тебя два брая даже я бы согласился я бы сделал реально дальше если бы у меня не получалось ооо хорош хорош ты тихо но это точно заслуженно красава красава потратить такого руля раптора буду гасить но только нужно придумать трюк какой нормальный но он тебе на самом деле прям вообще четко подойдет короче мы стоим значит у нас есть вот этот вылет и на него мы делаем бэкфлип на киклис ну бэкфлип киклис придется придется ну как нужно постараться да конечно последний трюк все таки нужно что-нибудь зрелищное надо будет просить ради руля я на все буду делать поэтому пошли снимать я буду делать все пойдем я забыла о киклисе давай еще должен закрутить хотя бы ой оооо руки нормально да я за тебя больше стремилась капец очень опасно было очень низко было и низко да да блин ты можешь сразу ты как закручиваешь сразу же должен киклис кидать а ты его в середине как только уже блин почти уже бэкфлип ставишь короче давай у тебя есть пять попыток так мало ну а сколько ну а сколько ну давай десять попыток и все вот вот сейчас сейчас лучше было вот вот сейчас сейчас лучше было вот в одну в одну ставил хоть раз нет я не пробовала вообще ой блин все давай кулак и последний попытку тебя ну как так сначала по веру что ты поставил у тебя просто ножка слетела ты постарался ты молодец как бы у тебя была близкая попытка у тебя только ножка слетела сейчас это уже устал уже не можешь просто сил нет уже но я думаю это заслужил